Как немцы, которые давно связаны с Россией, мы достаточно опросевшие. И в этом плане, ну, кризисы нас точно не очень пугали. Когда все с коронавируса началось, я собирал коллектив, у нас в Москве 80 человек, в Санкт-Петербурге 20. Во-первых, я им сказал, я хорошо разберусь в коронавирусах, потому что, когда мы с вами, Константин, еще были коллеги, я работал в Китае. Я был журналистом, и я тогда как раз первый SARS раскрыл, что он не из Гонконга, но из юга Китая. И я знаю всех лидирующих там немецких ученых на коронавирус, ну, я с ними зазванивался. Ну, плохо, но мы не очень испугались. И я вначале сказал, вот это наш час сейчас, как палата. Все смотрят на нас, как мы будем действовать. Ну, нам это не совсем плохо удалось. Мы росли на больше 10% пошленства, нас больше тысячи. И мы с помощью российского правительства, немецкого посольства здесь организовали быстро перелоты менеджеров, которые могли возвращаться в Россию. Тоже чисто по цифрам могу поделиться свежими цифрами за первый полгода немецкий федеральный банк про нету прямые инвестиции в Россию, наших компаний. Это, ну, если мы сравниваем приток немецкого капитала и отток немецкого капитала в России. Шесть месяцев почти полтора миллиарда евро. И последние годы цифры были иногда в год три миллиарда, два с половиной миллиарда. Значит, немецкий бизнес очень крепко здесь стоит на российском рынке. И уверенно в перспективах российского рынка. Мы среди тысяч членов палаты спросили, как вы увидите следующий год. Мы это недавно делали, летом, предыдущие 12 месяцев. Только 3% компаний собирается уволить людей. И около 40% намерены нанимать больше людей. И это причем, что в прошлом году, в пандемическом году, они в России тоже, наши компании, не уволили людей. С чем мы, что мы видим критично насчет пандемии, да, нужно признать честно, что те надежды, что пандемия нас объединяет, ведь они оказались, к сожалению, по большому счету, иллюзовыми. Точка. Наук, наук, в том числе в России, подарило человечеству больше десяти хорошо функционирующих вакцин. В коротчайшее время. Представьте себе, если это не было бы. Восвращаясь в мое время в Китае. Первый SARS, там каждый четвертый умер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый четвертый. Ну, он очень нелегко передавался. Он не был очень заразным. Это нас тогда спасло. Сейчас, наоборот, умирает один или два из ста. Ну, грубо говоря. Представьте, если мы получим SARS-3, где умирает каждый четвертый, но так заразно, как первый SARS. Все очень понятно, сколько из нас в этом сале не сидели бы. И в этой ситуации мы получаем хорошие функционирующие вакцины. Три или четыре из России даже. А что мы получаем от общества и, прошу прощения, от политика? Мы получаем в ситуации, где общество говорит, как маленькие дети, о, вакцинации, о, это меня не касается, это не для меня. Я считаю, совершенно безответственный поступок. А с политикой мы получили, ну, каждый по себе. Каждый по себе. Если мы берем Россию и Германию, страны, которые, ну, я представляю, как председатель правления палаты и представитель немецкого бизнеса в России, даже мы не можем о такой очень простой вещь договариваться в 21 веке. Мы не можем уже месяцами сказать, дорогие немцы и западные европейцы и другие, если вы привыкли Бионтеком, ну, это из моего родного города Майнс, я поэтому его не называю Pfizer, Бионтек, если вы привыкли Бионтек или Астрозенекой, или Джонсон, или Синоваком, и с достоверным документом это показывает, и еще ПЦА-тест до улета и после прилета, welcome, мы вас приветствуем, передвигайтесь. И наоборот, мы в Германии не можем сказать, если вы русский, и у вас есть спутник ВИ или другие российские вакцины, и достоверный документ и ПЦА-тесты, пожалуйста, рады, что вы прилетели или приехали. Мы это не можем месяцами делать. И это печально. И заканчиваясь тем, как представитель бизнеса здесь, это все на спине и бизнеса, потому что те деньги, которые мы теряем, да, бизнес признателен для тех миллиардов, которые дали и в России, и в Германии для поддержки бизнеса, это и хорошо. Но я, как представитель бизнеса, все-таки хотел бы два-три замечания делать. Бизнесу не очень дали передвигаться между странами. Немцы отправляли 600 тысяч туристов в Испанию, на Майорку. Вернулись они, естественно, с ковидом. В Россию, не знаю, там 2-2,5 миллионов отправляли в Турцию. Вернулись они с ковидом. Значит, это все можно, но чтобы бизнес мог бы легче передвигаться, об этом очень сложно до сих пор договариваться. И поэтому в целом мы отказались, как общество, и политика не очень достойны тем прекрасным научным результатам, которые мы реально в короткое время получили. И, ну, над этим надо работать, и эта работа ведется, и есть шаги вперед. И поэтому, я думаю, все в конечном итоге будет хорошо и в порядке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!